Всем привет! Я хочу поделиться с вами своими новинками. Первое, с чего я хочу начать, маски, которые я приобретала в Геленджике. Мы их брали с сестрой в магазине, именно магнит косметик. Сестра брала для себя с лифтинг всякими штуками. Я брала вот обычные какие-то освежающие, подтягивающие, подтягивающие с зеленым чаем и освежающие с тропическими фруктами. Эту маску я брала с питательным эффектом. Это маска от Disao Natural и эти две получается Skin Light. Мне обе эти фирмы понравились. В последнее время приобретаю именно вот такие вот одноразовые. Это намного удобнее. Еще брала вот такой вот крем мужской. Очень мне понравился и не только мне. Запах, конечно, у него такой вот ярко выраженный мужской, но он очень быстро выветривается. Тоник. Я его, по-моему, уже показывала. Эко фирма. Тоник мне понравился. Еще я приобретала крем под глаза и давала ему второй шанс, так как он мне изначально не понравился. Все равно у меня от этого крема болели глаза. В общем, я его вымазала на тело. Вернее, там сыворотка была с лифтинг эффектом. Мне кажется, вот лифтинг эффект в кремах под глаза мне не очень подходит. Крем от Veshe. Солнцезащитным фактором 30. Я его еще приобретала до отпуска. Как про запас. Я уехала с кремом от Avon тоже SPF 30. И он у меня там закончился. Этим я тоже довольна. Защищает на ура. И меня это вполне устраивает. Приобретала вот такую вот пенку для полости рта от Splat. Или Splat. Кому как угодно. Мне очень нравится. Такой эффект, как будто ты почистил зубы. Правда, его ненадолго хватает. Но вот именно если воспользоваться как раз-таки после еды где-нибудь, либо на работу даже удобно брать такую штуку. Это вообще палочка-выручалочка, конечно. Эту помаду-карандаш я приобретала тоже в Геленджике. У нас я в Воронеже и в Ступино такую косметику не находила. Это Golden Rose Крайон. У меня он в оттенке 11. И это такой обычный карандаш. Он точится. Он ничего плохого не делает абсолютно с губами. Можно наносить его даже предварительно не нанося бальзам. Я вот просто советую. Также у меня была покупка хайлайтера от Inglot. Оттенок 63. Такой больше розовый, розоватый хайлайтер. Я его брала на лето. И честно вам сказать, даже в качестве таких теней, перелива на глаза наношу. И на лицо тоже очень гармонично смотрится. И мне нравится. Также я не могла обойти румяна. Кремовые от Inglot. У меня в оттенке они 82. Ну, это такой нежно-нежно-розовый. Просто как помада вот эта. Кремовыми текстурами я очень люблю пользоваться. Я думала, это только зимой так меня клинит. Но нет. Я даже сейчас пользуюсь больше кремовыми текстурами, чем сухими. Также у меня были приобретения для ногтей. Я приобретала вот такой вот лак от Rimmel. Это первый мой лак от Rimmel вообще. Как бы с гелем. Честно, я его приобретала не для рук, а для педикюра. В качестве педикюра просто на ура даю ему по пятибалльной шкале пятерку. Также для закрепления я приобретала вот такую вот якобы сушку, верхнее покрытие от Evo Mosaic. Это сила алмазов, всеми любимая. Очень часто рекламируют везде и все отзываются хорошо про эту вещь. Но я не разделяю всеобщего восторга, потому что мне не понравилось. Очень быстро лак скалывается с ней. И если наносить просто как покрытие верхнее на ногти, очень быстро стирается, трескается. Взяла также во второй раз уже Sally Hansen в сушку и верхнее покрытие Insta Dry. Очень нравится. Я ее обожаю. Именно если наносить на лак, она очень хорошо его держит. У меня педикюр держится от двух недель. Перейдем к моим парфюмам, которые я в последнее время приобретала и использовала. У меня такой здесь небольшой хаос. Именно хаос не в плане визуального, а хаос именно в ароматах. Первый аромат, который я приобрела, был Black Mask. Именно розовый. Он мне очень понравился. И я приобрела вот именно спреи. Это якобы просто парфюмированная вода, туалетная вода. Вообще за бодишоп позиционируют это как спрей для тела. Он мне очень понравился. Он немножко отдает такой сладостью. Вишенка какая-то, какая-то ягодка. После этого я пошла и приобрела вот эти две вариации. Первая это у меня Jepens Cherry Blossom, если я правильно произнесла. Это такой больше, не знаю, запах какой-то жвачки. В то же время что-то такое свежее. На Aqua DJ немного похоже. Что-то такое приятное, реально летнее. Когда я его наношу на себя, то я чувствую какую-то свежесть, бриз какой-то. Ну, в общем, мне очень понравилось. Как вы можете видеть, я уже практически закончила этот бутылек. Второй вариант это Indian Night Jasmine. В восторге от этого аромата. Этот аромат очень, очень мне напоминает вот такой аромат от Avon. Они очень между собой похожи. Только, допустим, этот больше похож на аромат, который идет в такой оранжевой немножко упаковке. Честно, я просто, когда его понюхала, я не поняла, что он мне напоминает. Я его приобрела, потому что он мне понравился. И когда пришла домой, я поняла, что он похож на мужской аромат. Именно Avon из вот этой вот серии. Но потом мне было этого мало, и я все-таки вернулась и приобрела именно миниатюрку в качестве туалетной воды, духов. Мне этот запах не очень понравился. Вот в качестве спрея для тела вообще супер. Ну, вот и все. Я также с удовольствием послушаю, что вы приобретали, что вам понравилось, либо наоборот. Ну, а я с вами прощаюсь. И пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok